Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Я вам уже рассказал о том, что Цымбалюк Романовская захотела подать в суд на вдову Джигарханяна за угрозу определенного характера. И вот о чем шла речь. Вдова Джигарханяна захотела дать помордить Цымбалюк Романовской. Громкое очень название. Сейчас упадет пианистка и пальцы сломает, сказала вдова Джигарханяна. Все это спровоцировано, я считаю, программой Малахова, потому что именно у него это все было показано. Я напомню, что вдова Этуша обвинил Малахова в краже видеоматериалов из видео для Департамента культуры. То есть она не давала согласия на участие в программе. Многие люди, и она в частности, вообще не поняли, для чего была программа об Этуше сделана. Но, тем не менее, могу сказать, что они просто взяли кадры из другого видео об Этуше вот этой вдовы и вставили у себя в программу, будто бы она давала какие-то комментарии у них в программе. Она говорит, я вообще там не участвовал, и говорит, это кража видеоматериала. В данном случае вышла программа и о Джигарханяне, где старались, так сказать, столкнуть, я так понимаю, Цымбалюк Романовскую и Власову. И Цымбалюк Романовская впоследствии рассказала и призналась, что Малахов предлагал миллион рублей за то, чтобы она посетила похороны Джигарханяна, куда она не пошла. Очевидно, понимая, что это вызовет скандал, ее скрутит охрана, ее не допустят присутствовать на похоронах. Но Малахов предлагал миллион, чтобы она пошла, по всей видимости, понимая, что это спровоцирует скандал, но это потом поднимет рейтинги программы. Я думаю, что это абсолютно неправильно и абсолютно отрицательно к этому отношусь. Значит, вот что пишут. Вдова народного артиста Армена Джигарханяна через полтора месяца после его кончин нашла в себе силы, чтобы высказаться о сопровождавших его последние годы событиях. Значит, в программе Малахова Татьяна Власова крепко прошлась по недолгой и бывшей супруге мужа пианистки Виталины Цымбалюк Романовской. Увлечение супруга молодой блондинкой разрушило их полувековой брак, однако Власова смогла простить мужа, но не разлучницу. Она убеждена, что Цымбалюк Романовской воспользовалась возрастом и недугами актера и попросту манипулировала им. Вдова призналась, что когда-то мечтала отомстить сопернице, при том без премудрости и прямолинейно, могла бы она говорить, дать ей, извините, по морде и спустить ее с лестницы. Однако что-то заставило женщину сдержаться, не опуститься до рукоприкладства. Более того, она призналась, что однажды ей представился шанс по-мужски разобраться с любовницей мужа, но в последний момент в мудрой женщине проснулась жалость. По словам Власова, как-то раз она столкнулась с Цымбалюк Романовской лицом к лицу, а та убегала от нее по лестнице. И она говорит, вот у меня что-то екнуло, я подумал, а сейчас упадет пианистка и пальцы сломает. Три точки. Ну, значит, Цымбалюк Романовской восприняла это как некую угрозу расправы, и сейчас грозится даже подать в суд на вдову Джигарханяна. Значит, ну что я могу сказать, друзья? Здесь, в общем-то, и комментировать особо нечего, но я считаю, что этот виток противостояния, он спровоцирован исключительно программой Малахова. Собственно говоря, если бы не она, то женщин бы не сталкивали лбами, и не нужно было бы вот эти воспоминания спустя полтора месяца после кончины Армана Джигарханяна. И как-то грязно. Как-то грязно, мне кажется, после кончины Джигарханяна вот начинать это обсуждать, начинать это обмусоливать, выносить это. Это, ну как-то некрасиво совсем. Вот, ну совсем, от слова совсем. Как-то это вот такие вещи, которые уже, если Джигарханян ушел в мир, и он великий абсолютно человек, ну должны остаться где-то там, я считаю. Но не обсуждаться и обмусоливаться на федеральном телеканале. Ну это мое мнение, друзья. Пишите, пожалуйста, ваше мнение, ваши комментарии. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на мой основной канал, на котором мы с вами сейчас находимся. На канале саморазвития Будда Гришна, Life is Good. Второй новостной канал Будда Гришна News 24. Добавляйтесь в инстаграм, Будда Гриша Нижнепочурька неофициал. Всем пока, друзья. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok